В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте! В студии Оксана Ветрова. Чем ниже опускается столбик термометра за окном, тем актуальнее становится тема подготовки жилого фонда и объектов социальной сферы Харциска к предстоящим холодам. Сегодня на аппаратном совещании главы администрации городов и поселков Большого Харциска руководители управления, служб и ведомств доложили о текущем уровне готовности коммуникаций, многоэтажек, детских садов, больниц и школ к предстоящему отопительному сезону. Началось совещание с подробного отчета начальника управления ЖКХ администрации Харциска. Ирина Дудко сообщила, каков процент готовности коммунальных предприятий и жилого фонда к отопительному сезону. В частности, многоэтажки, которые обслуживает служба единого заказчика, уже удалось подготовить на 97%. Дома, находящиеся в ведении ОСМД и ЖСК, готовы только на 86%. Однако паспортов готовности на этой неделе добавилось на 17%. Что же касается готовности к зиме социальной сферы, то здесь наблюдается некоторое отставание из-за нехватки кровельщиков. По социальной сфере у нас основные запланированные выполненные мероприятия в полном объеме. По школам выполнение по кровлям 75%, не приступили пока к шестой школе шиферная кровля. По детским садам 0%, не приступили к саду 25-му, чайка. На этой неделе они планируют приступить к выполнению работ по чайке. Учреждениями культуры 63%, продолжается ремонт арки Чехова и не приступили пока к ремонту кровли школы искусств. Причина, как было озвучено на предыдущих аппаратах, остается нехватка кровельщиков, чтобы охватить сразу все проливные объекты. Подрядные организации СЭС у нас на предприятных условиях проникуются в течение этой недели. Завершить ремонт арки 100 квадратов и приступить к спецсаду чайка. Жилфонд Зугресса на сегодняшний день готов к холодам по факту на 84%. В администрации города энергетиков все еще ожидают паспорта готовности от председателей ОСМД. Есть несколько объектов, у которых председатели сняли с себя полномочия в конце весны, начало лета, и так до сих пор там нету председателей. То есть люди самостоятельно дом готовят, до этого проводились у них капитальные работы, скажем так, и крыши на чердаках менялись, проводились там сходы, но паспортов там просто физически некому, юридически даже поставить печать. Более ответственно в подготовке Зугресса к холодам подошли коммунальщики, проведя замену тепловых сетей уже на 91% от плана. Завершаются работы и по водным коммуникациям. По водоснабжению, там перевыполнение по воде Донбасса пошло, ну у них в принципе и планы небольшие были, за исключением у них замена запорной арматуры, еще отставание и кровля. Кровля, может быть у них работников нету по воде Донбасса, материалы гуманитарные есть, сейчас они решают этот вопрос, но пока на сегодняшний день с работниками кто будет выполнять не решен. По замене запора арматуры 5 единиц они пообещали, что это у них до конца сентября будут выполнены данные работы. Из запланированных 25 уже отремонтированы 23 кровли, сообщил глава Иловайской администрации Руслан Дудников. Все работы по подготовке жилого фонда и коммуникации к зиме выполнены практически в полном объеме. Фиксируется разве что отставание от графика у предприятия, занимающегося обслуживанием водных сетей Иловайска. По теплосети из семи котельных все семь готовы, все документы подписаны, у них 98,6% сейчас готовности, им осталось поменять два участка по метражу и в принципе они выйдут на 100%. Обещаю, в середине следующей недели полностью все работы завершить. По благоустройству работаем в штатном режиме, 24 дворника работают ежедневно на территории города Иловайска от двух коммунальных предприятий. Вывезено за прошедшую неделю было 240 кубических метров мусора от населения и стихийки. Был проведен рейд, составлено 4 протокола, один по нарушению правил благоустройства, три по нарушению правил торговли. В ходе совещания глава Зуевской поселковой администрации Александр Шипилов сообщил, что утром в поселке произошел серьезный порыв водопровода на улице Ленина. Бригада ремонтников выехала на место ЧП. Что касается актуальных новостей из Троицка-Харциска, то сегодня в поселок должна приехать бригада медиков, чтобы сделать желающим прививки от коронавируса. Наталья Марушка сообщила, что на вакцинацию записалось 85 человек. Наш выпуск продолжит сводка Минздрава ДНР по заболеваемости коронавирусом. Дополненная информацией о распространении в Харциске другого вируса, не столь агрессивного и опасного, как COVID-19, но тем не менее весьма неприятного ОРВИ. Последние данные Минздрава ДНР по заболеваемости коронавирусом не внушают оптимизма. В понедельник в республике было зарегистрировано 606 новых случаев COVID-19. Сегодня на лечении стационарном и амбулаторном находятся 7827 пациентов. Для сравнения, ровно год назад, 20 сентября 2020, лечение от коронавируса получали почти в 7 раз меньше людей – всего 1219 человек. Медики отмечают, что для новых штаммов вируса SARS-CoV-2 характерна более высокая степень заражаемости, а болезнь протекает в более тяжелой форме. Сегодня красные зоны в больницах республики заполнены практически на 100%. При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ, во всяком случае в Харциске, остается пока на неэпидемическом уровне. С начала 2021 года общий показатель заболеваемости регистрируется в пределах сезонных колебаний. Повышение эпидпорога не зарегистрировано пока еще. В период с 13.09 по 19.09 зарегистрировано 638 случаев, из них 368 детей. Это на 292 случая больше, чем за период с 6 по 12 сентября. 70 случаев пневмонии, это на 7 случаев меньше, чем за период с 6 по 13. На 9 часов утра 20.09 59 человек по Большому Харциску, прибывших из стран, зарегистрированы случаями коронавирусной инфекции, в том числе контактных с подозрителями на заболевание COVID-19, 59 человек. Всего завершили на сегодня период самоизоляции 4905 человек. А теперь информация для тех, кому нужна юридическая консультация. Дать бесплатные советы в области гражданского права завтра в поселке Горное будут готовы юристы, представляющие различные министерства и ведомства республики. В рамках проекта «Правомобили», реализуемого общественным движением Донецкая Республика, жители поселка смогут получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь по различным отраслям права и ответы на многие жизненно важные вопросы. Консультанты проекта «Правомобиль» будут вести прием в 19-й школе, что на поселке Горное, завтра с 11 до 14.00. В городском парке культуры и отдыха имени Чехова продолжается ремонт центральной арки. Построенная еще в 1953 году, она по праву считается одной из главных визитных карточек Харциска, но уже давно нуждается в реставрации. Сегодня бригада строителей пытается хотя бы частично вернуть центральному входу в парк его первозданный празднично-торжественный вид. Одним из самых популярных мест для назначения свиданий у харцезян долгие годы считался центральный вход в городской парк. Ни одно поколение жителей нашего города помнит, как, пройдя через впечатляющую колоннаду входной арки, они с удовольствием прогуливались по аллеям, отдыхали на лавочках под сенью деревьев, слушали пение птиц и выступления духового оркестра. В последние лет десять вид разрушающегося памятника архитектуры вызывают у прохожих только печаль и досаду. Вопрос о реставрации арки в городе неоднократно поднимался, но до последнего времени пребывал в категории нерешаемых. Но вот в начале июля после заключения соответствующего договора между парком и городской службой единого заказчика дело наконец сдвинулось с мертвой точки. На сегодняшний день уже выполненные работы по восстановлению парапетов ведутся подготовительные работы к ремонту мягкой кровли одного из портиков. Был провал даже небольшой, деревья росли, не ремонтировалось очень-очень долго, за ним не следилось. Сейчас ребята перекрыли кровлю, сделали новую плиту. Сейчас приступают, скоро начнут вложить рубероид и кровля будет готова. Выполнить текущий ремонт кровли было поручено бригаде по направлению Центра занятости в рамках программы временного трудоустройства. Весь необходимый строительный материал, включая рубероид, был получен из Российской Федерации. Материал гуманитарный, получали мы в прошлом году. Мы получили поздно, поэтому и в том году не сделали. Сейчас материалы есть, мы чем есть, тем дорабатываем, доделываем, надеемся, что сделаем. Надеется администрация парка и на то, что после завершения текущего ремонта кровли одной части арки будут выделены необходимые средства и материалы, и ремонтники смогут передвинуть строительные леса ко второй части постройки. После чего харцизянам, решившим провести свой досуг в одном из самых симпатичных мест города, уже не нужно будет опасаться, что прогулка может досрочно завершиться внезапным падением кирпича на голову. Конечно, очень хотелось бы сохранить в привычном виде нашу знаменитую парковую арку. Но даже без нее городской парк остается замечательным местом для прогулок всей семьей. Не упускайте ни одной возможности для единения с природой. И до встречи на канале ТВ-Сфера.